Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня я на даче. И сегодня у нас 11 ноября. И я вот всё-таки вырвалась попроведывать свой сад после ураганов. Но я смотрю, что всё нормально в саду. Ничего не переломало, не сломало, не слетели горшки с моих цветов. Всё в полном порядке. Слава Богу. Я сильно переживала за свои растения, за старые яблони. За всё это переживала, что всё-таки старые яблони, они уже хрупкие такие. Но факт то, что более-менее всё хорошо. Даже не более-менее, а всё хорошо. Ну, вот так смотрится у меня. Посмотрите, какое красивое украшение. Ива кучерявая, вот эта извилистая. Она очень красиво смотрится. Жёлтые такие яркие у неё стволы. И так всё смотрится, что ничего не попортилось, ничего не сломалось. По крайней мере, так мне на глаза. Сейчас я пройдусь и погляжу, что дальше там у нас смотрится. Вместе с вами и пройдёмся. У нас, конечно, мороз. Извиняюсь, на улице сегодня минус 10 было утром. Вот. Ну, ничего. Вот я говорила, что я низкие, получается, хвойные. Я их не стала укрывать. Севскую ёлку, вот эту подушку видную. Я её не стала укрывать. Сосно-горная у меня вот не подвязана, ничего. Она потом просто ляжет и всё на этом. Снегом её придавит. И будет всё хорошо смотреться. Ну, как смотреться. Зимовать будет хорошо. Барбарис, вот, если бы здесь и жили бы, конечно, всё равно сад ещё, пусть даже такой унылый, но всё равно смотрелся бы ещё более-менее нормально. Глаз бы радовал. Даже вот этими стволами. Вот сниженный ягодник. Посмотрите, он ещё ягодками покрыт. Бадан уже всё придавило. Снег у нас уже подтаял. Ну, вот я бы, у яблоньки я вижу веточку, как одну сломала. Небольшая веточка совсем. Может быть, где-то она подрезана была. Там, вон, ещё одна веточка сломана. Ну, дай бог, чтобы всё нормально перезимовало. Вот. А так в полном порядке. Пока смотрю я. Ну, у нас на улице морозит. Пока слабенький, но морозит. Земля мороженая. Здесь мы на пруд положили палки вот так. И внутри там палки в пруду, чтобы не разорвало плёнку. Вот. Ну, вот так смотрится. Я давно хотела прийти, попроведывать, посмотреть свой сад. Ну, всё никак не могла прийти. То слякотно, то ремонт. Ремонт пока мы не доделали свой. У нас здесь небольшие проблемы появились. У мужа заболело локоть. Заболел локоть. Вот. Бурсит у него начался. Ну, пока у нас передых. Ну, у нас и обоев нету. Обои закончились. Что-то я в этот раз маленько неправильно купила обоев. Вот. Ну, вот нам купила дочь обои такие, какие мне нужны. И получается... Сейчас пришлют мне обои. И начнём заново... Ну, не заново, а дальше делать. Вот, посмотрите, как красиво ещё смотрятся и злаки. Ну, как злаки. Сухая трава получается. Но всё равно она смотрится зебренно. Мискантус зебренно. А также хвойные растения. Вот они у меня ещё маленькие совсем, растюшки. Но всё равно, поглядите, как смотрится. Всё равно... Всё равно... Всё равно... Интересно. Вот. Ну, жалко, конечно, что снег растаял. Это очень жалко. Всё, считай. Сегодня вот морозится. И поглядите... Ой, а что это у меня здесь? Клематис. Клематис у меня присел, получается. Ну и ладно, пусть приседает. Слез он. У девчонок я смотрю видео. Там ещё в Москве некоторые ягодку собирают. Земляничку. Ну, а у нас уже земля замёрзла. Здесь вот какой-то крокус вылез. Такой обалденный... Это... Голубенький. Скажет, что это такое? Куда я вылез? Вот. Ну, а так ещё ничего. Ну, здесь уже всё у нас обрезано, обстрижено. Всё у нас прибрано. Я как прибрала, более-менее так. Жалко-жалко, что снег подтаял. Ну, не везде подтаял. Ну, вот где, скорее всего, солнышко маленько пригревало, там и подтаял снег. Вот. У нас вечереет уже. Вот. Вот так смотрится. Вы меня не теряйте, пожалуйста. Если честно говоря, я не знаю, что снимать. Здесь вот с этим коронавирусом, ковидом, этим... Какие-то стрессы идут такие непонятные, то там, то сям. Ну, слава богу, у нас как... Дай бог, всё нормально, пока все живы-здоровы. Вот. Будем надеяться на лучшее. И вы там держитесь. Ну, здесь вот у меня смотрится так. Здесь я все хосты подстригла, всё подстригла. Получается. И вот так у меня здесь выглядит. Вот. Ножки-то, конечно, мёрзнут. Мёрзнут ножки. Кое-где снег лежит, кое-где снега нету. Ну, с этой стороны у меня смотрится так. Вот. Туда я не пойду. Там снег лежит. Там и смотреть нечего. Вот. А так прикрыто кое-что. Вот так смотрится у меня, как сказать, хвойные растения. Вот. Всё, всё, что можно было, я подвязала остальное. И в этом году подвязывала, как сказать, не все растения. Которые маленькие растения, я старалась их сильно не подвязывать. Потому что в прошлом году я многие растения подушковидные подвязывала. Они у меня с апреля. И получается, я вот так их подвязала. Посмотрю, как перезимуют. Дай Бог, чтобы всё хорошо перезимовало. Будем надеяться на лучшее. А весной живы-здоровы будем. Там увидим, что у нас перезимовало, что не перезимовало. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. У нас здесь то снег идёт, то дождь идёт, то солнышко светит. Всяко-разно. Так, и ещё хотела сказать. Семена я собрала, цветов. Но скоро начну высылать. Жду, когда мне привезут мешочки, чтобы пасовать в эти мешочки. В этом году я не стала закрывать будлею. Это, как сказать, закрывать, не закрывать, а накрывать её. Не стала накрывать. И скумпию тоже не стала накрывать. Хочу посмотреть, но я её, наверное, не открою уже. Нет, не открою. Здесь у меня туя-тедди. Здесь у меня тоже ель посажена. У меня закрытые растения только хвойные. Остальное я ничего не стала закрывать. Скумпию тоже не стала закрывать. Вон скумпия подвязана к дуге. И всё на этом. Буду надеяться, конечно, что всё у меня перезимует хорошо. Снег выпадет, и всё будет хорошо. Сейчас хоть и есть, как сказать, морозы, но они пока ещё небольшие морозы. И будем надеяться, что ничего не замёрзнуть. Всё равно растения не такие уже... Градусы до 20 могут переносить растения. 25, вот. Но всё равно... Вот побыла на даче, у меня даже на душе как-то спокойней стало. Я всё переживала, что вот у нас такие ураганы здесь и шли, что вообще ночами не спала. От окна к окну ходила, смотрела всё. Страшно было. Думаю, не дай бог, вот так где-то какую-то ветку отломит. Или ещё что-то. Какую-то крышу снесёт. Или стенд какой-то. И не дай бог, в окно. И что делать? Вот. Ну, слава богу, всё у нас пока миновало. Дай бог. И дальше будет так. Будем надеяться на лучшее. И будем ждать весны. Всем желаю крепкого здоровья. Самое главное – здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Всем желаю. И всего-всего наилучшего. Чтобы все были живы-здоровы, все родственники, семьи, всё было в полном порядке. Всем всего доброго. И до новых встреч на моём канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»